Добрый день! Я рад приветствовать вас на своем канале. Темой сегодняшнего видео послужил один из комментариев, который пришел на мой канал. И там один из подписчиков спрашивал, скажите, а как прожить на 1600 гривен в месяц? В Украине это чуть больше 50 долларов. Сразу скажу, как прожить на эту сумму, я не знаю. Но тема показалась мне интересной и, на мой взгляд, правильный вопрос должен стоять. А как так случилось, что вы оказались в таком положении? И вот здесь как раз-то можно работать, то есть можно задавать правильные вопросы, переосмыслить свою жизнь. И очень часто, таких примеров очень много, наверняка и вы их знаете, человеку удается изменить свою жизнь. Итак, давайте зададим эти правильные вопросы. Я даже в комментарии, ну там кратко спросил, скажите, если взять и отмотать время на 10-15 лет назад, а что вы конкретно делали для улучшения своего уровня как специалиста? Где-то, возможно, ездили на какие-то платные, бесплатные тренинги, сколько времени в день вы посвящали, это я называю, вложением в будущее. И это не обязательно какие-то финансовые средства, а именно время, которое вы отрывали от каких-то там отдыха, от увеселительных мероприятий. И занимались тем, что вкладывали в будущее, изучали какие-то новые методики или совершенствовали то, чем вы владеете и так далее. И когда начинаешь задавать такие вопросы, выясняется, что большинство людей, которые оказались сейчас в незавидной ситуации, я имею в виду финансовой, этого ничего не делали. Они просто плыли по течению. Кто-то работал на какой-то работе, которая приносит, я называю, деньги для поддержания штанов. И абсолютно не думал, не предпринимал никаких шагов, чтобы изменить эту ситуацию. Да, ситуация могла измениться не в один день. Понятное дело, если вы работаете грузчиком, то вас не возьмут завтра директором фирмы. И тем более, такие случаи, конечно, бывают, но редко. Вы не станете владельцем какого-то бизнеса. Но делать шаги, которые приведут к изменению ситуации, пусть не сейчас, а через несколько лет, может быть, даже несколько месяцев, нужно было начинать еще тогда. Есть очень хороший пример. Наверняка вы можете из своего окружения привести точно такой же. Кто-то, вот возьмем два работника, они примерно там в одно время пришли на какое-то предприятие или на какую-то фирму. И один задерживался после работы, старался к любому заданию руководства подойти творчески, не просто как для проформы, а действительно его выполнить. И задерживался после работы, придумывал какие-то решения. Естественно, постепенно в глазах руководства ценность его как специалиста подымалась. А второй работал, ну дай бог, от звонка до звонка. После этого шел там с друзьями куда-нибудь в кафе или просто возвращался домой, отдыхал. Абсолютно не старался как-то показать свою полезность и не улучшить свою квалификацию. И вот прошло время, через год, допустим, там освободилась вакансия начальника отдела. И как вы думаете, кого из этих двух работников на нее назначили? Понятное дело, что первого человека. И далее он продолжал работать над своим уровнем. Поехал на какие-то курсы, даже за свои деньги. Или добился у начальства, написав там заявление, что его отправили за счет фирмы. И когда освободилась следующая вакансия, вопроса, кого на нее рекомендовать, уже не возникало. А тут второй человек так и оставался на своем уровне. И потом, когда, не дай бог, поменялись какие-то условия рынка, пришел кризис, что очень часто, стал вопрос о сокращении. И кого, как вы думаете, первого сократили? Да, именно того второго человека. И после этого они встречаются где-то лет через 10-15. И тот второй с горечью говорит, вот почему так случилось. Вот тебе, наверное, просто повезло в жизни. Вот видишь, где оказался я, я безработный. А у тебя все хорошо и в финансовом плане, и в других аспектах. Вот такой пример. Еще кто-то из людей, которые добились успеха, по-моему, это был Роберт Киосаки, но я не уверен, говорил, что основные состояния и, то есть, такие глобальные изменения в жизни люди делают сидя на кухне. То есть, вне рабочее время. Если у вас есть какая-то работа, ведь человеку нужно на что-то жить, что-то кушать, там платить за квартиру, у него есть какой-то доход, пусть даже грузчик. Но если он в это время посвящает хотя бы час-два времени на разработку каких-то новых решений, на обладение какими-то новыми навыками, специальностями, то буквально через какое-то время, может быть короткое, может быть чуть дольше, у него обязательно будет успех. И то дело, которым он занимается, помимо, оно его вытянет. Кто-то продолжает развивать свое хобби, допустим, делает какие-то там игрушки, потом начинает их продавать по интернету и это разрастается в целую индустрию. Кто-то, наоборот, сидит вечерами, сейчас очень много и онлайн обучения, многие моменты можно получить даже бесплатно, овладевает другой специальностью или какими-то новыми знаниями, которые помогают ему зарабатывать удаленно. И он тоже через время уходит, покидает эту работу, которая, ну, просто поддерживала его какое-то время на флору. Вот если так ставить вопрос, то это действительно перспективно. И тут нет разницы, где работать. Важно, чтобы вы понимали, что вас ждет в будущем. И когда начинаешь спрашивать людей, у которых с финансами сейчас обстоит все не очень хорошо и перспектив никаких, а что вы делали вот 10-15 лет назад, то ответ, как правило, нет, я ничего не делал. И тут же человек пытается найти, я не говорю, что всегда, но в большинстве случаев, пытается найти виноватых. Ну вот у меня не получилось, потому что вот те, потому что вот так обстоятельства, потому что пробиваются только те, у кого есть деньги, у меня не на что было учиться. Но, опять же, это неправда. Если мы оглянемся вокруг, мы видим, что очень часто люди, которые не имеют каких-то финансовых средств, какого-то финансового капитала, при желании и при определенной настойчивости, при вложении времени тоже пробиваются в этой жизни и овладевают теми навыками, которые они запланировали. Вот примерно моя оценка этой ситуации. Но она была бы неполной. Это просто взять человека, ввести его в такое нересурсное состояние, в негатив, то есть он обидится, еще обзовет вас, потому что люди не любят правду. Ведь если человеку докажешь, что там, где он оказался, это как раз результат ваших там нескольких тысяч, может быть, десятков тысяч маленьких решений каждый день, которые вас как раз и привели к тому положению, в котором вы сейчас. И не виновата ни правительство, ни какие-то другие люди, то люди, как правило, такое не любят слышать и после этого могут даже с вами не общаться. Но важно посоветовать, если человек действительно осмыслит ситуацию, и спрашивает, а что делать? Вот что ему можно посоветовать? На самом деле, как показала практика, никогда не поздно начать что-то делать. Может быть, вы добьетесь не такого ошеломляющего успеха, если бы начали в 20 лет, но выйти на значительно выше, даже на несколько порядков финансовый уровень и уровень довольства жизнью, назовем это так, вполне возможно. И многие люди это делают, даже и в 70, и в 80. И, как ни странно, есть даже индивидуумы, которые меняют свою жизнь в лучшую сторону и в более старшем возрасте. Поэтому начать сегодня делать хоть что-то. Допустим, меньше посидеть в соцсетях и полчаса направить на то, чтобы найти какие-то новые возможности. Задать себе вопрос, а что я конкретно могу делать в своей, допустим, специальности, чтобы зарабатывать больше? Или, если вы не видите перспектив, скажем, ваша специальность, ну, действительно, есть такие отрасли, где человек, там, в виде винтика, он, как бы ни старался, ну, сложно что-то заработать. Надо находить альтернативные пути, оглянуться вокруг. Самое главное, с чего бы я начал, самое первое, это проверить, пересмотреть все свои хобби. То есть, это то, что вам нравится, вы получаете от этого удовольствие. И, вполне возможно, плоды этого хобби кому-то тоже будут нужны. И вы можете людям предложить эти услуги, и это тоже поднимет ваш финансовый уровень. Это вообще идеальный вариант, если человек занимается тем, чем ему нравится, и еще получает за это деньги. Если же нет, просто потратить неделю, две, может быть, месяц, кому-то больше, на выявление тех возможностей, которые существуют, и которые вы сможете реализовать. Если так, постоянно ставить вопрос, то ответ обязательно придет. Не бывает такого, чтобы человек чего-то хотел, и ему не подвернулась возможность. И потихоньку начинать что-то делать, по чуть-чуть изучать, пусть даже каждый день, по часу, просто поставить себе цель. Час я отключаю телефон и занимаюсь только этим. И сейчас ведь жизнь очень быстрая. Есть такие отрасли, которые можно освоить за короткое время, и они, в принципе, довольно быстро будут приносить какую-то ощутимую пользу. Та же удаленная работа, каналы на ютубе, возможно, вам есть что рассказать другим людям. Вы сейчас даже это не осмысливаете, думаете, что это никому не интересно, но вы удивитесь, сколько людей по всему миру, ведь интернет это выход в глобальную сеть, то есть это выход в мир. Это не ограничивается, допустим, вашей улицей или вашим домом. Очень много людей в мире, которым будет интересно то, что вы делаете. Есть другие соцсети, приложения, каждый день возникает что-то новое. И есть бесплатные вебинары, пусть они там не на продвинутом уровне, но основные навыки там можно взять и далее уже развиваться как специалист и продвигать то дело, которым вы интересуетесь. Вот такой совет, который хотелось бы дать этому человеку. Самое главное не ожесточаться, потому что если вы зациклились на том, что все виноваты, что вы находитесь именно в таком положении, то, как правило, этим и закончится, а в большинстве случаев ситуация станет еще хуже. На этом у меня все. Понравилось видео, было вам чем-то полезным, заставило вас задуматься о своей жизни. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, делайте репост этого видео. Обязательно дождитесь окончания ролика, там я для вас приготовил заставку на те видео, которые, на мой взгляд, также будут вам интересны. Всего доброго и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok